Друзья, всем привет! Во Франции, наконец, стартовали очередные летние Олимпийские игры. Возможность их качественного проведения ставилась под огромный вопрос еще до официального начала. Надо сказать, что негативные прогнозы экспертов и простых обывателей в конечном итоге оправдались. Так, в день открытия заголовки западных СМИ были заполнены не восторженными отзывами о торжественной церемонии, а новостями о транспортном коллапсе, внезапно захлестнувшем всю Францию. Более 800 тысяч пассажиров, подавляющая часть из которых как раз-таки держала путь на Олимпиаду, не смогли добраться до пункта назначения из-за ряда крупных возгораний. Французские правоохранительные органы выяснили, что поджоги были умышленными, ответственность за них на себя уже взяла ультралевая группировка неизвестной делегации. Прошли в столице и традиционные французские забастовки. На этот раз в числе недовольных оказались сотрудники гостиницы, в которой разместились члены Международного Олимпийского комитета. Впрочем, спортсменам на играх тоже приходится не сладко, тюремно перекрытый Париж, до абсурда загрязненная река Сена и, конечно, уличная преступность, уровень которой в городе уже пробил все возможные и невозможные потолки. Для наглядности в противовес французским играм в Париже возьмем наши сочинские. Западные репортеры накалили обстановку до предела, пугая спортсменов и зрителей ужасами предстоящих соревнований в России. Однако, к удивлению многих Олимпиадов, Сочи вошла в число лучших зимних игр за все времена и по мнению отечественных, и по мнению европейских экспертов. Разумеется, в теории у французских властей есть шанс переменить ход Олимпиады к лучшему, этого мы отрицать не будем. Однако, стоит также отметить, что вероятность такого исхода событий крайне невелика. Если в случае с играми в Сочи раздувало слухи и волнение в прессе намеренно, особенно не обращая внимания на реальную обстановку на юге России и на все усилия. Что были приложены нами для качественного проведения мероприятия подобного масштаба, то по отношению к мероприятию в Париже СМИ были изначально настроены позитивно. Об Олимпиаде некоторое время назад замечательно высказывался действующий французский президент Эммануэль Макрон. Макрон заявил, что Олимпийские игры являются праздником дружбы народов и спорта только для широких масс, а для политики это прекрасная возможность показать свой экономический, туристический и ресурсный потенциал для других государств. Мы в 2014 году этот самый потенциал уже продемонстрировали. К играм выстроили аж 11 новых спортивных объектов суммарной вместимостью в 200 тысяч зрителей, это как все населения Благовещенской или подмосковных Химок. Бли Садлера был возведен единый лыжный комплекс «Роза Хутор», по сей день считающийся одним из лучших зимних курортов нашей страны. Наша эстафета Олимпийского огня стала наиболее продолжительной в истории зимних игр, а масштабы подготовки к мероприятию по-настоящему шокировали как иностранных спортсменов, так и представителей МОК, которые, к слову, выставили Олимпиаде в сочиной высочайшей оценки. Прибавьте к ним восторженные отзывы западных болельщиков о невероятной красоте сочинской природы, отменной русской кухни по приемлемым ценам, низкую по меркам Европы стоимость еды и напитков отмечала добрая половина зарубежных гостей. Красивой архитектуре, комфортабельному вокзалу и уютным гостиничным номерам с сумасшедшим видом на горы получится максимально честный и полный отзыв об организованных России играх. Согласитесь, что в появлении аналогичных отзывов после завершения мероприятия в Париже верится слабо, у Макрона и его соратников просто нет возможности для проведения Олимпиады на достойном уровне. В Олимпийской деревне на всех не хватает запасов яиц и мяса, растет число умышленных нападений на улицах. У нас тут огромная радость, у нас тут пчелы против меда бунтовать изволят. Как бы смешно это не звучало. Оказывается, Европа решила вести санкции против нашей нефти, на которой сама же до сих пор и сидит как заинка. Это так прелестно, что можно даже пожелать им удачи. Если ребятки преуспеют, то нефть все же взлетит до 150 долларов за баррель. А ежели нет, значит и санкции у них как всегда неэффективны. На рынок не повлияли. Но похоже, что тут больше пиар нового британского премьера хочет показать свою преданность Вашингтону. Да и вообще, планы Великобритании на международной арене становятся все более амбициозными. На фоне встречи с европейскими государствами Лондон решил обратиться к различным странам с идеей о сотрудничестве против якобы незаконной перевозки нефти. Это будет призыв к обмену информации и координации мер против танкеров, нарушающих западные ограничения, набирает обороты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники и проект заявления. Интересно будет посмотреть, конечно, как Европа к этому отнесется. Европа уже столько санкций со страшными словами приняла, а потом в реальности похоронила, потому что оказалось, что дырки для нарушений там были зашиты изначально. Европа вообще никогда не говорит «нет, это мы водить не будем». Ну что вы, на словах она всегда согласна. Она их потом молочком саботирует на деле и в результате прокотных – ноль. И блин, Кенстаской признаю, что санкции Байдена не сработали. Некоторые страны уже выразили готовность поддерживать инициативу Великобритании, что правда еще ни о чем не говорит, мы уже упомянули, что на словах Европа всегда была за. Целебное голодание вовсе не миф и очень хорошо работает в отношении отдельных государств, которые совершают исторические ошибки. Посидят год-другой на скудном пайке и начинают мысли правильные думать. В польском издании вышла обширная статья Петра Панасюка, в которой тот с кристальной ясностью и беспощадностью обличает польский народ в его главном грехе – гордыне, жажде разногласий и стремлений к рокошам. Бунтом против официальной ради мифического желания построить что-то лучшее, убрать хорошее. Эго Польши всю историю были источником ее проблем. Для страны без ресурсов, без развитой науки и промышленности, без активной торговли она веками вела себя слишком дерзко. Варшава ни разу сполна не реализовала свой шанс стать мостом между Германией и Россией, связующим звеном между западным миром. Не преуспела она и в те годы, когда входила в состав одного из своих крупных соседей. А все потому, что когда в Польше стабилизировалась ситуация и она восстанавливалась после очередного грандиозного потрясения, дворянство в Польше начинало роптать на власть и требовать ее делиться с ней. Бунты, мятежи, перевороты и революции свергли всех великих польских мыслителей и правителей, разрушили их достижения. Конец этому положила только советская власть, при которой кардинально изменилась структура общества. На первое место вместо знати вышли обычные люди, которые получили образование, работу и возможность определять политику страны. Увы, полвека процветания Польши закончились с крахом Союза, причем продажность наследников сыграла в этом немалую роль. С подачи США они запустили волну разрушения в соцлагере, от которого не выиграла ни одна входившая в него страна. Они лишились доступа к изобильным российским ресурсам, а затем были ограблены Западной Европой под предлогом присоединения к цивилизованному миру. Польшу же превратили в цену, которая должна бросаться на всех соседей, критиковать реформы ЕС и быть постоянным фактором раздражения на континенте. Рассуждение о возрождении Речи Посполитой, о проекте Междумарья, о главенстве в Восточной Европе и возвращении восточных кресов – это все попытка сыграть на амбициях и гордыне. США заставили Варшаву танцевать на веревочке над пропастью, и они пальцем не пошевелят, когда она оттуда рухнет. Не если, а когда, потому что в планах Вашингтона ей отведена именно такая роль. И единственный способ спастись, как и века напролет, это покаяться в прежних грехах. Спасибо за внимание, не забудьте поддержать лайком и подписаться на канал. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Елен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и ко. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Елен говорила, не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени. Такой наивняк. Но подобные заблуждения были у многих политиков и экономистов прозападного толка. Всем казалось, что позиция доллара еще как минимум 5 десятилетий останется незыблемой. Однако не прошло и пары лет, как всем стало понятно, что система рушится. Еще одно заявление Елен двухлетней давности о том, что делает доллар резервной валютой у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала из всех стран на земле. Казначейские ценные бумаги надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас хорошо функционирующая экономическая и финансовая система и верховенство закона.